Видел я их Италию на карте. Сапог с сапогом и все. Огромная территория. Это и север Африки, которая там внизу болтается, и вверх практически Европа вся, и Испания, и в Малой Азии, и в Африканских улотах, вот это всё была Римская империя. Сейчас вот Италия на этом сапоге располагается, и мы сейчас вам более подробно посмотрим. Вот она располагается примерно в таких формах. Вот эти вот цветные вот цветные вот цветные. А там есть три формы, то есть Франция, Германия, Швейтария, Австрия, всё. Телефону эволадо фуори, гю до квартопиано. Эра импортанте, сай, Пенсаре омпоко а ной, НО СТИАМО ИССЕМЕ МАЙ, ОРА СИ, ОРА СИ. СОЛИ, СОЛИ, ЛА ПЕЛЛЕ КОМЕ У ВЕСТИТО. СОЛИ, МАЙ, ОРА СИ, ОРА СИ, ОРА СИ, ОРА СИ, ОРА СИ, ОРА СИ. Поездка в Венецию становится свиданием. Так написал Генри Джеймс. Это истина, с которой соглашаются посетители на протяжении многих веков. Впадая в Средиземное море, Венеция имеет на своей территории 150 каналов и 409 мостов, которые служат чем-то вроде дорог. По этим морским путям плывут гондолы, изначально предназначавшиеся для богатых людей. В 1291 году Республика Венеция приказала стеклодувкам перенести свои предприятия в Муран. Здесь больше стеклодувов, чем где-либо на земле. Некоторые устраивают бесплатные демонстрации для туристов, приехавших в Муран на водном такси. Морена Барделла, стеклодув. Смотрите, классно делаю. Дальше высоки. Порнение. Смотрите, это беременности. Вот так мы делаем. Продолжение следует... Очередно-северной космосу. Производство. Меня зовут Морено Борделло. Я занимаюсь своим делом уже 40 лет. Не может быть, что вы только что сделали. Не могу поверить. Я не только изготавливаю стекло, я скульптор и художник. Элана Росо, стеклодур. Теперь он собирается выдувать его, а затем сделает цилиндр. Только что вытащенное из печи расплавленное стекло скатывают, чтобы охладить верхний слой. Теперь при помощи трубки внутрь вдувается воздух. Субтитры создавал DimaTorz. 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 Добавил субтитры создавал DimaTorz. Добавил субтитры создавал DimaTorz. Субтитры создавал DimaTorz. Субтитры создавал DimaTorz. Субтитры создавал DimaTorz. Добавил субтитры создавал DimaTorz. Субтитры создавал DimaTorz. Добавил 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 субтитры создавал DimaTorz. Субтитры создавал DimaTorz. Блю, синий, очень удобно. Неро, черный. Ребята, помолчите, вы же не слышите. Роза, роза, роза. Потому что я работаю не в Москве и даже не в России, я работаю во Франции. Но я прослышал, что вы тут очень много разговариваете про Испанию, про Италию. И немножко... Дело в том, что я просто был, ездил. Но мне Италия очень нравится. И я провел неделю в Италии в мае. И просто с охвалой я фотографировал. И немножко просто хочу вам чуть-чуть вставлять, рассказать. И чуть-чуть рассказать. Чуть-чуть, вдобавок к тому, что Петя вам рассказывает. Именно с оборов такого плана пошла мода в то время на белый камень. На белый камень в религиозных и гражданских постройках. Это вот такой особый вид мрамор, который там находился. И в какой-то момент эти города, как Флоренция, Пиза и так далее, они были даже сильнее и, по крайней мере, конкурировали со самим Римом. То есть Рим – это великан, это титан. Но даже эти города, они строили такие соборы, потому что говорили, Рим – ладно, мы еще сильнее, мы больше, мы построим собор еще больше, чем Рим. И этот собор, он совершенно божественный, он в очень хорошем состоянии. И обычно там структура похода одна и та же. Видите, вот на первом плане это здание, которое называется Буктистерий, это по-нашему называется крестильня всего лишь. То есть здесь крестили людей, потому что в те времена очень много людей были некрещеные, и очень большой был поток язычников, просто превращенных людей, которые пролезли к Богу. И вот они заходили туда и прямо буквально туда стояли очерки, поэтому нужен такой огромный. А за ним стоит непосредственно сам собор с колокольней. А то, что она наклонена, это не думайте, это не как Физи, это просто, чтобы все влезло, это такое искажение объектива. На самом деле, как раз во Флоренции все росло. А, то есть это не падает? Да, это не падает, это как раз не падает. Внутри этого самого Буктистерия, который вы показывали, там совершенно обалденный купол. Его не так давно отреставрировали, вот это вот все, что вы видите, это мозаика. Это не просто нарисованный, это не фреск, это именно мозаика. Это все выложено маленькими-маленькими квадратиками, маленькими кусочками смальты с самых разных цветов. И когда ты по этому стоишь, то просто вот... Он, на самом деле, я не знаю, сколько он диаметра. Ну, это башня, и она начала падать очень скоро после того, как ее построить. Потому что ее построить, совершенно не принимая во внимание состояние почвы. А почва там очень болотистая. Сразу стал с одной стороны земля вымываться, с другой стороны намываться. И вот она стала кремиться-кремиться. Сначала ничего, думали, это как-то сама там, с лесенцем. Но она кремилась все больше и больше. И придумывали сначала какие-то временные меры, ее как-то привязывали к земле. Она не большая, но вот это, например, классическая средневековая Танявская деревушка. Чтобы ей защищаться вокруг, там идет, вот как мы сегодня видели в Дмитриеве, там земляной ровку. Здесь были крепостные стены. Вал, и ров, а вал. Да, и ров, и вал, да. Здесь были крепостные стены, нормальные, толстые. Плюс к этому, это сам для меня, днем было в свое время около 50 вот таких вот башен. Это специальные башни, они, во-первых, ну, не в больнице есть, из них можно стрелять. Можно наблюдать, когда тебе идет враг, потому что они на самом вершине по у вас стоят. Плюс к этому, если уж совсем все плохо, местные жители забиваются в эти башни, но все это, которых не было подражено даже больше. Жемчужина или Сиена, это тоже домский собор, который известен своей полосатой земле. Сиена, это тоже домский собор, Спасибо, спасибо, спасибо. Так, Пит, мы забыли счет. Uno, два, три. А, вот последний. Три, четыре. Четыре, пять, пять, шесть, семь. Си, семь, семь, семь. Си, семь, 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 семь. А что нам еще надо найти? Цвета. Цвета. Ну хорошо, это какой цвет? Роза. 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 Ну это относительно, конечно. Неро. А нет, наверное, это вот этот черный. Так, подождите. А вот, 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 ну, как, прикол, это оранжевый. Я помню. Так? Да. 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 Это оранжевый. А вот на машине. Все, все, все! И тот, кто весел и бодр. И тот, кто болен и слаб. И тот, кто еще не определился. Бонжорно! Чао! Бен-бенути! Мы рады приветствовать вас на нашем празднике. Сегодня вы сможете с головой окунуться в итальянскую культуру. Си-си! Вы сможете не только поработать руками и ногами, но также и мозгами. А те, кто интересуются законами природы, для вас откроется мастерская «Довинчи» на первом этаже. Прямо подсвечу. Прямо подсвечу. Те, кто интересуются культуаренской кухней, сможет поучаствовать в приготовлении пасты на фабрике «Дов Пьетро». А на втором этаже откроются мастерские по изготовлению масок, кукол и закладок. Аттенционе! Сегодня на улице будет проводиться две замечательнейших итальянских игры. Не пропустите! Прего! Аванти! Кураджо! Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Oh, 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 oh Субтитры создавал DimaTorzok Forse un giorno ritornerai Susanna, Susanna, Susanna Susanna, Susanna, Susanna Susanna, Susanna, Susanna Susanna, Susanna, Susanna Susanna, Susanna Susanna, mon amour Io ti aspetto, mon amour Susanna, mon amour Susanna, mon amour Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok DimaTorzok